Миллионы падающих звёзд Тебе солнечные сны Тебе поля и залы, халы и брод Подадут тебе все свои мечты Миллионы падающих звёзд Этот музыкальный клип Алексей Меньшин сделал за год до своей смерти. На фотографиях молодой человек запечатлён на той самой трассе Соликамск-Вильва, на 14-м километре которой, недалеко от деревни Тюлькино 26 июля, его велосипед угодил под колёса встречного Митсубиси-Лансера. От полученных травм Алексей скончался в больнице. На 1 час на велосипеде по этой дороге ездишь? Ну, летом практически каждый день. Он ездил почти до трассы Соликамск-Красновишерск. Это вот здесь произошло? Это здесь произошло. Вот на этом месте. Свидетели ДТП до сих пор с ужасом вспоминают события того летнего дня. Ситуация всё ужасная. Страшно. Мы ехали, входили в поворот. За нами машина у нас просто въехала в велосипедист на встречу, нас машина нагнула, следующее всё. Сшиблила прямо у нас на глазах. Трассу Соликамск-Вильва трудно назвать оживлённой. На встречу нам лишь изредка попадаются машины. Трудно представить, что помешало водителю Митсубиси мирно разъехаться с велосипедистом. С какой скоростью вы ехали? Ну, мы ехали, мы километров 70-80 мы ехали. А, которая машина ехала за вами, она с какой скоростью ехала? Не знаю, но зрительность очень большой. То есть, потому что её не было. То есть, мы её не видели в зеркалах. Она нас нагнула очень быстро. Понятно. А когда он сшиб велосипедиста, какова была реакция водителя? Реакции никакой не вышли просто, и всё. Они даже к нему не подходили, смотрели на машину, по телефону разговаривали. За рулём Митсубиси Лансера находился участковый оперуполномоченной милиции Василий Садков. То есть, человек, который очень хорошо должен знать закон. Между тем, не дожидаясь прибытия сотрудников ГИБДД, Василий Иванович поспешил место аварии покинуть. Патрульная машина догнать, конечно, она его не смогла, потому что там всё равно разница в двигателях, в силах. Они с маячками за ним проследовали. Но потом он, видимо, в посёлке, который сейчас будем проезжать, зато он туда приехал, поставил автомобиль. Они за ним, видимо, спустились к этому посёлку. Ну и он вышел, сдался. Сдался, но виниться не спешил. Наоборот, сообщил сотрудникам ГИБДД, что скоростной режим не нарушал, а велосипедист совершенно неожиданно для него якобы сам выехал навстречу, чтобы развернуться. Однако свидетели этого не подтверждают. Более того, брат погибшего сообщил нам следующее. Свидетели поясняют, что пытался осколки на середину дороги отпнуть, и велосипед перетаскивал с места на место. Но это уже ещё до приезда сотрудников ГИБДД. Но самое безобразное в этой истории, что, по словам односельчан, страж порядка в этот день был, выражаясь их языком, крепко выпивший. Нам удалось найти людей, которые утверждают, что видели участкового всего лишь за пару часов до аварии. В воду мы около магазина шли. Он пьяный с той стороны, ну, с стороны камеры ехал сюда. Он кто? С Садкова сидит. С Садков? Да. А почему решили, что он пьяный? Ну, он на быстрой скорости заезжал. Он даже не снимал, ничего не включая. Заезжал с той стороны километров 80. Часа два можешь где-то. Даже час, наверное. До ДТП, да? За час. А что он делал? Он на парон заезжал. В каком состоянии? Ну, пьяный уже был. А на сколько он был пьян? Ну, ходил, шатал и перегармывать не очень сильно выняло. Ну, так вот уши-то, пошатывал маленько. У меня такая фраза есть, не нехорошая. Я говорю, ну, поехали кататься, панихида будет впереди. Вот еще так пляпнуло. Ну, то, что Василий Иванович-то пьяный ездит. Это вы там вся деревня знали? Ну, такие, понятно. Вся деревня знал. Не так, что ли он? Нормально-то не разговаривал ни с кем никогда. То, что Василий Садков был не трезв, на наш взгляд подтверждает и протокол, составленный сотрудниками ГИБДД на месте аварии. В нем говорится. Садков Василий Иванович 26 июня 2011 года в 15 часов 30 минут направлен для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. При наличии признаков опьянения, запах алкоголя изо рта, шатающаяся походка, невнятная речь. Однако, если верить акту освидетельствования, составленному через несколько часов, и свидетели, и полицейские ошибались. Чудным образом акт освидетельствования на состоянии опьянения у нас, получается, человек находился трезвый. Данные личности его были просто установлены со слов. То есть, личность абсолютно не проверялась. Документов при нем, именно никаких не было. Однако, в справках ГИБДД и в документах у нас имеются указания, то, что водительское удостоверение номер такой-то, такой-то. Однако, на медицинское освидетельствие привезли и без документов. Соответственно, у нас может пройти это свидетельство, любое, но и лицо. Более того, как утверждает адвокат, сам акт составлен с грубейшими нарушениями приказа Минздрава России номер 308. Акт у нас сделан с грубейшими нарушениями приказа Минздрава от 14 июля 2003 года номер 308, где у нас имеется инструкция по порядку освидетельствования. То есть, она четко дает указания и перечень, что нужно делать врачу. Выдыхаемый воздух, значит, забор берется в 19.15. По этому же приказу у нас второй должен быть забор произведется через 20 минут. То есть, прибор используется. Однако, здесь было 5 минут. И в итоге у нас все освидетельствование было около, сейчас я вам точно даже скажу, 7 минут. Как следует, из акта не были сделаны и необходимые в подобных случаях биологические анализы, что, по словам адвоката, вызывает еще большие сомнения в достоверности медицинского документа. Не теряли время и коллеги участкового. Как говорят некоторые свидетели, полицейские настойчиво предлагали им изменить показания. В ходе расследования данного дела, значит, установлено то, что некие сотрудники и коллеги пытались выйти на тех людей, которые видели его до ДТП, там, за час, за два, и подтверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. К этим лицам были, ну, подходили, просили, значит, желали, чтобы они изменили показания. Мы как раз пошли вот с этим Гелевым в шутер, и он идет. Ой, он на машине возле парома стоит. Кто он? Этот участковый, наш сейчас уже. Какой Брагин? Да. Он говорит, и вообще, говорит, типа, вообще, типа, раз что-то такое закрой. Только у тебя условка-то еще не закончилась. Как-то так, так грубо сказал. Сейчас это уголовное дело ведут сотрудники следственного отдела по городу Соликамску. Комментировать ситуацию на этапе предварительного следствия они отказались, ограничившись официальным заявлением. Производство следственного отдела по городу Соликамск находится, значит, уголовное дело возбуждено в отношении одного из участковых полномочных милиции города Соликамска по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. И в настоящее время ведется предварительное следствие. Хотелось бы верить, что от конкретных комментариев следователи отказываются лишь в интересах дела. И они тщательно во всем разберутся. Бить над ними не давлеет ложно понимаемая некоторыми корпоративная солидарность, которая в итоге ведет к утрате чести мундира. Теперь уже нового, полицейского мундира. Вот в чем суть дела. Редактор субтитров А.Семкин